Здарова, дорогой! Сегодня мы с вами попытаемся сравнить различные операционные системы. До этого в YouTube такого не было никогда. То есть это, грубо говоря, я открываю эту рубрику и буду ее снимать где-то ориентировочно раз в два месяца. Я тебя прошу мне помочь в комментариях написать, что не сходится, потому что здесь все системы, которые я когда-либо снимал, наверняка там что-то поменялось. Где-то я это посмотрел, где-то я не учел. Очень много данных я потратил на эту табличку два дня своей жизни. Поэтому, если ты майнишь какую-то из этих систем и что-то не сходится, обязательно пиши в комментариях, только без хейта я тебя прошу. Здесь нету пару операционных из известных. Это Майнерстат. Почему ее нет? Все очень просто, потому что я по ней не снимал, у меня нет по ней опыта. А если нет опыта, как снимать, я сам понимаешь, да? Это только вводить зрителя в заблуждение. Поэтому по этой причине ее нету. Так вроде операционка неплохая, я слышал. Дальше Майнер Бэббет по тем же самым причинам нету. Мы один раз по ней засняли. Я не помню, это был, по-моему, 18 или 19 год, да? И по этой причине там наверняка уже все поменялось, во-первых. А во-вторых, ну, как бы особо она мне ничем и не запомнилась. Но здесь есть в данный момент 7 операционных. Смотри. А весом Майнер, Ray, Windows, Hive, Майнер, OS, NiceHash, OSDock. По каким критериям мы их сравнивать будем? Вот по этим. Да? То есть, чтобы человек мог выбрать на основе этих данных операционку, на которой он будет майнить. Давай по порядку. Начнем с весом Майнера. Видишь, смотри. Да, забыл сказать. Зеленые будут получать 2 балла. Мы выберем лучшую операционку по итогу. Желтые 1 балл. И красные 0 баллов. Но здесь важно понимать, что как бы для кого-то вот это 0 баллов, для кого-то эти 0 баллов ничего не значит. Для кого-то зеленые 2 балла что-то значит. Кто-то знает, например, английский язык. И ему как бы вот это красное все равно, что зеленое. Понимаешь? Поэтому здесь надо делать все с умом. Погнали. Сложность для пользователя. Самый сложный это весом Майнер. Почему? Потому что смотри, вот он весом. Здесь сейчас майнит одна видеокарта. Смотрится все красиво. Но здесь, смотри, целая тонна разных кнопок. Кнопки тут, 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 тут. Для асиков, для консоли и так далее. То есть, непросвещенному человеку будет тяжело понять, что это за кнопки, что они значат. И ладно бы, если бы это были все кнопки. Вот здесь еще целый миллион разных кнопок. Понимаешь? И каждая из этих кнопок за что-то отвечает. То есть, есть там, где создаются настройки для алгоритмов. Есть там, где создаются настройки для видеокарт. Настройки для видеокарт, там сотни правил. То есть, ты можешь сделать так, условно, сохранить настройки по REC-ID у видеокарты. Вставить ее в Риге, например, там, где-то в Москве. Применить REC-ID, да? Вытащить эту видеокарту, отвезти ее в Африку, включить. Там она у тебя включена от тех же самых настройок за счет REC-ID. И вот таких настроек тут сотни, понимаешь? Поэтому авиасом он самый сложный. Он самый технологически прорывной. То есть, остальные операционные системы с ним рядом не стоят. Но при этом он сложный. Нужно этот факт учитывать. Здесь не получится так, что, знаешь, как вот, смотри, в Rave он простой или в Hive он простой. Ты вставил REC, все, он пошел майнить, ты не паришься. То есть, для кого-то это плюс, понимаешь? А для кого-то вот это плюс. Поэтому, как бы, здесь красное-желтое. Нужно понимать, что вот здесь люди, которые, скорее всего, живут майнингом каждый день и постоянно изучают, ну, как бы, живут майнингом. Тоже неправильно. Потому что одни живут майнингом и не парятся, да? Там на бирже торгуют. А другие живут майнингом и изучают. То есть, вот это вот для продвинутых майнеров. Поэтому он самый сложный. Соответственно, Windows, Hive, MinerOS, NiceHash, OSDoc, они все простые. Почему они простые? Windows лишнее сказал, да? Windows средний. Я объясню сейчас, почему. Они простые, потому что, ну, тут надо 2-3 дня времени, условно, даже меньше, может быть, 1 день, да? Посмотреть несколько роликов у популярных блогеров, не обязательно у популярных, да, в YouTube. И, в принципе, ты можешь завести себе REC и начать майнить. Он будет майнить каждый день, потратив там немножко времени. С весомом так не получится. Получится на начальные настройки завести, но его надо изучать. То есть, для этих целей нету ставить смысла весом, если есть вот эти операционные системы. Если ты хочешь изучать, тогда да, понимаешь? А если нет, проще тебе что-то вот это завести, чтобы не париться. Дальше, Windows средний для пользователя. Почему он средний? Ну, потому что у Windows бывают какие-то все время проблемы. Ты можешь сделать все правильно, но у тебя будет там проблема в драйвере, понимаешь? Ты можешь сделать все правильно, но у тебя будет выскакивать какая-то критическая ошибка. Не запускаться майнер и так далее. То есть, здесь, в принципе, нужно подобрать хороший образ. И если ты подобрал хороший образ, еще не знаешь, что у тебя все будет в порядке. Тебе при этом надо будет постоянно что-то думать, что-то доделать. С этим пунктом разобрались. Получается, что здесь вот эти операционки получили по 2 балла. Windows получил 1 балл, а весом получил 0 баллов. Ну, я думаю, это справедливо, ты согласишься. Напиши свое мнение. Следующий пункт. Русская поддержка. Опять же, у весома 0 баллов. Почему? Потому что это западная система операционная, да, рассчитана на английский язык. И с поддержкой все очень сложно. То есть, если у тебя есть какие-то проблемы, тебе надо гуглить в YouTube те или иные варианты. Особенно, если тебе нужны какие-то правила. Этих правил нету. И тебе приходится как-то на каком-то английском языке узнавать, скорее всего, будет все эти понятия в английских чатах. Вот так. Подытожим. Дальше. Здесь Rave, Windows, MinerOS и OSDoc получили по одному баллу, потому что у них поддержка есть, но при этом профессиональных отдельных пользователей, которые именно сидят и отвечают на вопросы майнеров, нет. Такое есть только у Хайва в Телеграме. Вот именно конкретно люди, которые получают зарплату, я не знаю, получают или не получают они, или бонусы какие-то от Хайва получают. Есть только у Хайва. Поэтому здесь у Хайва два балла. Важно понимать, что если тебе надо зайти, задать вопросы, ты везде здесь можешь задать. Но тут как бы могут ответить, могут не ответить или потом ответить. А вот здесь сиди специальные люди, которые именно за это получают деньги. Дальше. Периодичность, обновляемость системы. Шикарная обновляемость у Avisomo, просто, по-моему, она лучшая. У Rayvo очень хорошая, у Хайва тоже очень хорошая. То есть здесь вот эти три системы получают по два балла. Windows получил ноль, потому что в Windows пока ты сам что-то не обновишь, не обновишь себе драйвер, не обновишь себе там какой-то майнер, не обновишь себе какую-то настройку, ничего в этой жизни не поменяется. То есть здесь как бы ноль баллов из-за этого. Это неудобство получается. Поэтому встречаются на винде экземпляры, люди там, я иногда смотрю, знаешь, подключаются к ним, а у них там какой-нибудь клеймер стоит 11.03, понимаешь, да, мысль, вот так вот все. Поэтому в этом плане ноль баллов. Что касаемо на S-H-OS, у них есть обновляемость, но она такая, знаешь, от времени ко времени. То есть последнее обновление 23 декабря было, дальше обновление 9 декабря, перед этим 8. То есть они то выкладывают, потом 17 ноября, видишь, то есть месяц ничего не делали. Потом 2 ноября, а потом, ну, понимаешь, да, то есть как бы время-то идет, все обновляется, а у них то оно есть регулярно, то его нет. Поэтому я так и написал, что время от времени на S-H-OS оно есть. У Майнероса и у S-Dog в принципе быстро, но я так понимаю, что там один, ну, максимум два человека за этим следят. И время от времени они это выкладывают. Давай посмотрим. Ну, то есть вот, смотри, по числам 4 февраля, 28, 26, 19, то есть обновления идут, но они не такие регулярные, как у Хайва и Рейва. Но здесь как бы все объяснимо, потому что занимается не такой большой штаб персонала, именно который обслуживает систему, как у Хайва, как у Рейва, как у Авиасома. То же самое у Темки, здесь обновление есть 4, 3, 11, 21, но я так понимаю, что он занимается этим всем чуть ли не один, и поэтому что-то он, естественно, не может успевать делать. По этим причинам у S-Dog и Майнерос по одному баллу, на S-Hash 0 баллов, потому что нельзя так то заниматься системой, то не заниматься, сам понимаешь мысль. А вот эти ребята получают по 2 балла. Кстати, напиши, какие пункты я, может быть, не учел, может быть, в следующем выпуске я когда буду делать, может быть, я соображу. Или ребят, которые захотят сделать аналогичный ролик, там, почитают твои комментарии, да, и сделают как-то по-другому. Следующий критерий, который я учел, это возможности системы. То есть, Авиасом Майнер, он самый крутой. Почему? Потому что, что можно делать в Авиасоме, невозможно сделать ни в одной операционной системе. Ты можешь сделать себе здесь что угодно, ты можешь делать любые настройки для GPU, ты можешь делать так, чтобы у тебя монетки сами копались в зависимости от того, какая монетка профитнее. Ты можешь сделать себе различные профили разгона, ты можешь сделать себе профит свитч даже по NiceHash, чтобы он у тебя брал из NiceHash, из майнинг по хабу и из других любых устройств. Авиасом Майнер считает тебе профит, обрати внимание. Он может считать профит за день, за неделю, он может брать данные из WhatToMiner, из других калькуляторов. И даже если данных нет в калькуляторах, ты их можешь вот здесь через опции, через настройки забить. То есть, если даже этой монеты нигде нету, с учетом тех данных, которые ты знаешь, они будут в правильном моменте времени. Поэтому здесь Авиасом получает заслуженные 2 балла, но при этом он сложный. Ты не сможешь сходу это взять, если ты в этом не шаришь и начать пользоваться. Для этого тебе надо будет изучать, изучать и еще раз изучать. Также 2 балла даем Хайву, но здесь скорее все-таки не 2 балла, а полтора. На полтора дать не могу, могу дать либо 1, либо 2. Почему? Потому что тут все-таки есть некие ограничения для пользователей. То есть, он может сделать себе какой-то скрипт определенный, но для этого он должен либо хорошо разбираться в Linux, либо у него должен быть сервер, либо еще какие-то нюансы. То есть, все так же, как вот с учетом своего железа, как у Авиасом, он не сможет сделать. Он не сможет сделать, чтобы у него система считала профит, прогнозировала, переключала и так далее. То есть, ряд определенных момент ограничений по сравнению с Авиасом у Хайва есть. Тут как ни крути. Но при этом он компенсируется тем, что он намного проще в понимании и освоении пользователей. Дальше. RaveOS получает 1 балл, MinerOS получает 1 балл, OSDoc получает 1 балл. То есть, RaveOS почему? Потому что по сравнению с тем же Хайвом, его функционал менее, как это правильно сказать, продвинут. Почему он менее продвинут? Потому что, например, ты хочешь помайнить на процессоре и несколькими майнерами. Когда я обсуждал, консультировал, например, RaveOS, что это нужно сделать, мне отвечали следующее. Блин, а нафига это надо? Это надо одному человеку из миллиона. Ну, как надо одному человеку из миллиона? Если, например, вот смотри у меня. Вот процессор AMD Ryzen 9 5900X 12 ядерный. Ну, он несет денег. То есть, на это отдельный вопрос надо заморачивать, сколько он там несет. Доллар или два, или три в день. Ну, это нормальные деньги. При этом он у меня простаивает, потому что у меня он стоит в этой операционной системе. Понимаешь? При этом этот процессор стоит минимум, посмотри сколько. Ну, 57 тысяч рублей. Да, 12 ядер. 57 тысяч рублей. Процессор простаивает. Поэтому у RaveOS, с моей точки зрения, умеренная возможность в плане софта. По сравнению с тем же Hyon. Или вот тебе другой пример. Этот же самый RIG. Смотри. Здесь стоит AMD RX 6800XT и Sapphire RX 5500XT. Я вынужден запускать эту ситуацию лолл-майнером. Ну, здесь древние, несмотря. 1.19. При этом я не могу протестировать нормально Team Red, потому что Team Red знает карту 6800XT, но не знает карту Sapphire RX 5500XT, за счет чего мы получаем вечный ребут. А если бы я был там другой операционной системой, например, тот же HiveOS, я бы задал бы здесь майнить одним майнером, а здесь майнить другим майнером. И у меня не было проблем, понимаешь, чтобы протестировать эту карту. Поэтому эти вещи нужны у людей RIG с солянками очень много. Это не один человек на тысячу, как они говорят. Это очень много домашних майнеров. И поэтому эту опцию им обязательно надо сделать, чтобы приблизиться еще на шаг к HiveOS. Но я им об этом говорил, пока они не реагируют. Я не знаю, это давно было, когда я с ними общался, ты понимаешь, МСМ. И вот таких еще там, скажем, разных нюансов, где-то 3-4 штуки, за счет чего они не добирают до Hive. То есть они не добирают до Hive, но Hive не добирает до Aviso-майнера. Это без вариантов. Дальше, майнер OS. Когда я майнил и снимал по нему ролик, это было приблизительно чуть меньше года назад, полгода назад, наверное, примерно. Более точно там надо на YouTube у меня смотреть. Мне не хватало каких-то фишек. То есть каких-то фишек по драйверам, каких-то фишек по тому, что я хотел включить. И, в принципе, я писал об этом. У них хорошая служба поддержки. То есть ребята реагируют. За счет чего они реагируют? За счет того, что ты контактируешь непосредственно с HiveOS операционной системой. И ты им показываешь какие-то минусы. Они стараются в их же интересах максимально быстро исправить. По поводу OS-дога, по тем обновлялкам, что я вижу, выкладывает Тема, я еще не манил в этой операционной системе. Я понимаю, что возможности, скорее всего, умеренные. Именно изменно из-за количества тех самых обновлений. То есть я уверен, что там все в порядке. Можно с ним сконтактировать. Он что-то поменяет. Но если ты ждешь какого-то прям передового софта, не могу сказать. Вот напиши, пожалуйста, как у них с этим вопросом. По поводу Windows я написал слабый, потому что здесь надо все будет допиливать вручную. Да, он может быть очень крутым, если какой-то там, я не знаю, разработчик CC+, этим занимается. Но мне это не подходит, понимаешь? Мне не подходит, чтобы мне делать какую-то определенную подсистему, которая будет содержать условно 20, 30, 50 или 100 ригов. Сколько там у тебя, да? Надо понимать, что каждую фишку тебе придется продумывать, дорабатывать и так далее. Вот так. Причем здесь уже не работает правило, что, блин, раньше делали монеты под Windows, а сейчас под Linux. Наоборот, сейчас делают под Linux, а уже потом, возможно, допилить под Windows. Вот так все поменялось с 17-го года. Поэтому Windows 0 баллов. NiceHashOS тоже 0 баллов. Почему? Потому что в том ролике, когда я снимал, а было это год назад, мне не хватало вообще целого моря фишек. То есть я не мог задать ни разгон по ядру, ни разгон по памяти. Я ничего не мог задать. То есть если пользоваться NiceHashOS, лучше это делать через весовый майнер. Здесь в риге задавать разгон, который тебе нужен, а в настройках майнера уже задавать, что ты будешь майнить по NiceHash. Мне кажется, так будет более правильно. То есть вот тут забиваешь свой кошелек, например. Здесь забиваешь алгоритм, который ты хочешь майнить на NiceHash. И здесь забиваешь разгон. Тогда у тебя будет все в NiceHash работать с тем разгоном, который тебе надо. Внутренний софт, который я тестил год назад, был слабоват. Может быть там поменяли? Напиши, пожалуйста, поставь на паузу. Потому что тут я не знаю. Я пытался войти в свою операционную систему. Но в концовке мой аккаунт пишет, что не находит. Я тебе сейчас скриншот покажу. Хотя у меня там были какие-то битки. Но я в него зайти не могу. Пишут, что он мне вот такие вещи. Обрати внимание. И мне пришлось создать новый аккаунт, чтобы протестировать там пару штук для вот этой таблички. Следующий пункт я отметил, это доверие системы. Смотри. Вот эти три системы. То есть Ray4S, High4S и NiceHashOS. Опять же, по моему мнению, имеют слабое доверие. Почему они имеют слабое доверие? Потому что здесь могут правила игры измениться. Первым эту историю начал High4S. То есть у них было изначально три бесплатных рига, когда они привлекали пользователей. Потом они решили заработать денег. Убрали три бесплатных рига. Оставили один риг. Дальше они и это поменяли. Сделали вот тут в табличке, по-моему, написано. Ну ладно, об этом мы с тобой еще поговорим. В общем, из-за того, что они меняют постоянно правила игры, доверие к системе у меня слабое. По NiceHash тоже 0 баллов. Почему? Потому что непонятно, сколько забирает все-таки NiceHash от аренды твоих мощностей. То есть это скрыто. Это нигде не видно, сколько по факту. 5, 10, 20 процентов тебя забирают. Или там 1 процент. Это неясно. По второму пункту NiceHash здесь еще то, что я не могу войти в свой аккаунт, в котором у меня были битты. Понимаешь, мы с вами. Следующий Ray4S. Ну, у Ray4S такая же ситуация, получается, как у ухайва. То есть было изначально 3 бесплатных рига. Со временем система раскрутилась. Было обещание, что это никогда не тронут. Но по итогу это правило изменилось. В пользу того, если ты хочешь майнить бесплатную систему, ты можешь пользоваться пулом. Об этом чуть позже поговорим. Но ни тут, ни у Ray4S, ни у ухайва уже нету доверия к тому, что сейчас, например, 3 доллара за систему. У Ray4S 2, у ухайва 3. А через месяц или через полгода там не будет 20 долларов за систему. Ну, или 5 долларов за систему. Понимаешь? Как бы они посмотрят. О, а кефир-то 1700 долларов. Блин, там 1650. Блин, ему 3 доллара мало. Давай мы ему 5 бомбанем. Понимаешь? С этой точки зрения, как бы, вот к этим системам уже доверия у меня нет. Понимаешь мысль? По майниросу и ОСДГу я поставил по одному баллу. Почему? Потому что эти системы еще не так раскручены. И как там все поменяется, знает только один бог. То есть, если сейчас начать по этим системам снимать, когда они раскрутятся на уровень Ray4S, я не говорю про уровень хайва или а весома, то как там будет неизвестно. А если неизвестно, как можно ставить 2 балла. Понимаешь мысль? Поэтому 1 балл. В плане эталонности, да, как это должно быть, это весом майнинг. Почему? Потому что, вот смотри, видишь, у меня вот здесь лицензия Ultimate Edition 100. Другой вопрос, что там наши пацаны, кто крутится, в частности, в ниш, там, да, там, и другие ребята, они мне пробили эту лицензию бесплатно, но факт есть факт. То есть, когда были старые условия и была покупка единой лицензии, все ребята, которые купили, у них эта лицензия осталась, понимаешь? А для новых пользователей они уже сделали новые условия. Вот так и должны были сделать и рейвовцы, и хайвовцы, понимаешь, чтобы у них было доверие. То есть, вот тут эталон, поэтому здесь 2 балла. Здесь, если что-то меняется, для старых пользователей остаются, для старых аккаунтов остаются старые условия. Поэтому старые аккаунты на Авиасоме, наверное, сейчас стоят немерено денег. Кстати, мысль тебе. Теперь давай по стоимости и по начальному функционалу, по бесплатному, которому дается майнеру. Авиасом майнер получает 1 балл. Почему? Все очень просто. 2 доллара, зари. Если ты по промо ссылке кликаешь, по любой из ссылок, да, заходи ко мне на сайт, соответственно, у тебя скидка будет где-то 10%, где-то тебе дадут промокод и так далее. Значит, в бесплатной версии здесь у тебя не все функции включены. У тебя нету облачного облака, да, в котором ты тоже можешь делать ряд простых настроек. И у тебя нету поддержки по e-mail. А если ты платишь 2 доллара за риг, то у тебя идет понижающий коэффициент. Допустим, если ты сюда вписываешь не 2 рига, а 100 ригов, да, он тебе высчитывает понижающий коэффициент и за стоимость одного работника. То есть, уже не 2 доллара, видишь, а 1.26. Ну, чуть побольше, это 1.26 с промокодом. И если ты сразу за год оплачиваешь, получается еще 25% дополнительно к скидке. Мы здесь не будем подробно об этом останавливаться, но ты можешь вот тут это все посмотреть, нажать на паузу и посмотреть внимательно. Следующий RayFS получает 1 балл. Почему? Потому что 2 доллара стоимость одного рига. Старые аккаунты по 1 доллару так и осталось, хоть это правило пока работает. Не знаю, надолго ли посмотрим, поживем, увидим. Очень интересно. И либо ты можешь иметь один бесплатный риг, либо ты можешь иметь все бесплатные риги, но для этого ты должен майнить на пуле 2 miners. То есть, майнить где, ты уже каждый решает сам. Но, к примеру, вот смотри, если мы майним кефир, здесь важно понимать. Я, в принципе, против 2 miners ничего не имею и неоднократно снимал определенные монеты на этом пуле. Но я просто не люблю, когда, знаешь, пользователи вот в определенные рамки суют и говорят, что ты должен майнить там. Здесь, как минимум, у меня приходит понимание о том, что здесь с этого пула зарабатывают разработчики пула, плюс зарабатывают разработчики операционной системы для майнинга. Поэтому мне это не очень нравится. Это 2 события. И третье событие, если мы с тобой посмотрим, как принимаются блоки на кефире, вот они идут, пулы. Что важно понимать при этом просмотре. Мощность пула, допустим, Spark Pool 91 тарахэш, Ethermine 72,5 тарахэша и так далее. Они идут, идут, идут вниз. И вот получается 2 miners. Он имеет 7.6 тарахэша. При этом из 100 последних блоков у нас получает 2 блока. В принципе, всего лишь 2 блока 2 miners. При том, что тот же Ethermine получил 22 блока. Это существенная разница. То есть, либо ты из 100 долей имеешь 2 доли. Да, базара нет, они крупней. Тут вопросов нет. Либо ты имеешь регулярно 22 доли. То есть, тут как бы решает сам. Помимо всего прочего, здесь надо смотреть процент, сколько ты платишь пулу. Но в данном случае ты должен учитывать, что помимо процента ты еще платишь рейву. Обязательно. Я не знаю, может быть они, конечно, туда включены. Но как это узнать, как бы, и где правда, никто не знает. Поэтому рейву с 1 балл. Давай немножко по их прайсу пробежимся. Как я тебе сказал, один бесплатный рабочий. Поддержка сообщества. Так причем и написано. Потому что нет отдельного человека, который будет конкретно тебя объяснять на твои вопросы. То есть, сообщество это кто? Это я. Это там, я не знаю, Коля Зайченко и другие ребята, которые состоят в чате. Если вдруг прочтут, они тебе помогут ответить. Вот так на твой вопрос. Если будет время еще при этом. Так что имеешь на своем одном риге ограниченные возможности. Чем они проявляются? Я не знаю. Почему не знаю? Потому что у меня аккаунт максимальный. Так получилось, что я с первых дней начал снимать по этой системе. Еще до того, как поменялся владелец. Изначально был владелец тут раввин. Тот же самый раввин, который изначально был владелец по хайву. То есть, парня два раза получается опрокинули. Но это отдельная история. Ладно. И три дня статистики. Если ты берешь себе аккаунт ПРО, то у тебя от двух до сто рабочих. Почему от двух до сто? Почему триста нельзя? Я же плачу два доллара в месяц. Тоже непонятно. Поддержка сообщества то же самое. Поддержка по электронной почте. И статистика хранится 30 дней. Статистика, ты понял, что это такое? То есть, сколько Риг провел в онлайте? Какой у него был хэш? Сколько бэдов? И так далее. Там, в принципе, обширная статистика. Но это не только у них. Это у всех, кто эту статистику ведет. Вот. При этом этот аккаунт у тебя может быть бесплатным. Условно бесплатным. Почему? Потому что ты должен будешь майнить именно на пуле. Ты майнишь. В принципе, у этого пула много популярных монет. И часть из них я на этом пуле майню. Но кефир так получается, что я всегда майню на эзермайне. Если мне не надо какой-то комбо. То есть, комбо кефир плюс зилика. То есть, я предпочитаю больше долей все-таки в этом плане. Потому что блоки сейчас сумасшедшие. Давай покажу. Вот они блоки. То есть, видишь, по идее должно быть два кефира. На самом деле, их здесь от пяти. И больше шанс получить нормальный блок у эзермайна, нежели у тумайнерса. То есть, допустим, идет 100 блоков. И там разная идет градация. От двух кефиров. Вот как тут. До в среднем шести кефиров. Бывает и нонсенсы, где 60 кефиров приходят. Ты это знаешь. Ты это видел. Я тебе в телеграмму на основе скидывал. Но при этом получить больше фи получается у того пула, который больше принимает блоков. Без вариантов. Но здесь важно и подметить, что эти количества блоков делятся на большее количество частей между всеми участниками пула. То есть, если ты ловишь у тумайнерса, у них жирный блок получается. Потому что меньше народу сидит. А если ты ловишь на эзермайне, получается много блоков. Более стабильно. Но блоки получаются не то чтобы поменьше. Нет. Они эквивалентны твоей мощности на пуле. Понимаешь? То есть, вот так правильно. Не путай понятия. А, я понял. Здесь бонусные условия. Так же, как и весом. Видишь, если у тебя больше 100 майнеров, ты можешь с ними связаться. И тебе будет дешевле, чем 2 доллара за риг. Ну, логично. Да. Теперь понятно, почему здесь от 2 до 100. Я-то просто все время на халявном сижу. Не знаю, в любой системе мне сразу дают любой этот самый аккаунт нормальный. Ну, винда у нас с тобой в этом вопросе обязательно получает 2 балла. Почему? Потому что она бесплатная. Мы с тобой скачали где-то крякалку. И крякнули. Или даже можно, в принципе, и не крякать, а просто не активировать лицензию. Но при этом, как бы, ряд геморроев есть. Ты знаешь, да? Надо обновление отключать. Там еще что-то делать. Я уже не помню. Уже давно это, как бы, не сталкивалось. Но те, кто сталкиваются, знают. Следующий, Hi4S. У него 0 баллов в этом вопросе. Потому что он получается самый дорогой. И у него вот такая вот сетка. Лучше перейти к ним, наверное, смотреть вот тут. Смотри, что получается. Блин, я сейчас не уверен. Поправь в комментариях, если я ошибаюсь. 3 доллара в месяц за рик. Или 3% с пулом Hive On. То есть майни уже на их пуле. Мы, получается, все равно 3% платим. Это если, как бы, больше 4-х воркеров. И если у тебя, получается, 1 воркер, тогда он у тебя бесплатный. Либо если у тебя до 4-х воркеров, то ты можешь майнить на пуле Hive On бесплатно. Вот такая мысль. Но во всех остальных случаях, я так понимаю, ты платишь 3 доллара за рик. Я точно не уверен и сильно не хочется в этом разбираться. Но напиши, вдруг люди, как говорится, интересуются. Поэтому конкретно по этим двум критериям Hive получает 0 баллов. Потому что он получается самым дорогим. Следующий, Майнер ОС. 1 доллар стоимость рига в месяц. При этом 3 рига у тебя получается бесплатно. Поэтому Майнер ОС получает на данный момент времени 2 балла. Потому что это самое выгодное предложение. То есть смотри, для начинающих они дают ограниченно 3 работающих устройства, полная функциональная система и статистика 3 дня. Для серьезных майнеров 1 доллар в месяц за устройство. При этом к этому 1 доллару у тебя еще, смотри, какие дополнительные скидки есть. 50 устройств 10% скидки. 100 устройств 20% скидки. А если у тебя 1000 устройств, то 50% скидки. То есть 1000 устройств получается за 500 долларов. На данный момент это самый выгодный вариант получается. Но здесь важно понимать, что если ты берешь эту систему, то ты, получается, что-то по функционалу не получаешь по сравнению с тем же рейвом или хайвом. Не говоря уже о весом. Но в то же самое время важно понимать, что если ты здесь берешь 1000 устройств, то они тебе обходятся 50 центов. То есть 500 долларов. А там тебе, ну там тоже есть подавляющая система скидок. Ты понял? В любом случае там в 2-3 раза дороже будет. А, вот у хайва, видишь, тоже 50 воркеров 10%, 1000 устройств 50%. Здесь у тебя будет скидка за 1000 устройств. Здесь ты отдашь 1500 долларов. А здесь ты отдашь, получается, 500 долларов. Блин, ну разница существенная, если учесть, что сейчас все майнят кефир. Но в то же самое время, знаешь, переводить, блин, сейчас переводить дело неблагодарное. Если только по одному, по 2 рига постепенно пробовать, там, учить поддержку, что тебе надо, да, чтобы они обновляли систему и так далее. То как бы на перспективу можно. А потом в концовке, как рейв, поднятие тарифов. И как бы получается, что ты переводил. Что ты переводил время, тратил время, деньги, понимаешь, в нашей жизни. Следующий NiceHashOS. Суммарно получает он 1 балл. То есть не по одному даже, а 1. Почему? Потому что он условно бесплатный. А условно бесплатный, как бы ты свои риги заводишь бесплатно. Но при этом, сколько ты отдаешь комиссии, да, как я тебе ранее об этом говорил, ты не знаешь. Да, может быть, ты отдаешь даже и по 10 долларов комиссии. Я не знаю. Я не знаю, сколько ты отдаешь. Это никто не знает. Потому что эта бесплатность, она скрыта, понимаешь. Вот так. И последний у нас OSDoc получает 1 балл. Мы ему 1 балл все-таки дадим. Несмотря на то, что в данный момент времени он получается самый дорогой. Объясню. Смотри, у них 1 тариф, бесплатно 3 фермы. И с 4-го не за все 4, как везде, да, а за 1. За 1 ты платишь 1% от дохода фермы. Так получается. Ну, майнер таким образом настроен. Но при этом это получается самый дорогой тариф. Обрати внимание, если у тебя ферма, например, на 6,38, на 5,30, 80, да. Не, давай 6 написано. 6,30, 80, она у тебя майнит приблизительно 600 мегахеш плюс-минус в зависимости от возможности карт. Что дает тебе в месяц 2600 долларов. 2600 долларов. А 2600 долларов, получается, ты платишь за их 26 баксов. С одной стороны. С одной стороны. Но при этом у этого человека, да, на Уэс-Доге, да, такая тарификация была еще со времен того, когда кефир стоил вот так, знаешь, сколько? 7,6 долларов. Не знаю, куда вписать. 7,6 долларов. То есть тогда мы майнили и доплачивали за розетку. Был такой момент времени в начале 2019 года. Это и на графике, везде можно увидеть. И все равно у него стоял 1%, понимаешь? И это получалось выгоднее, чем тут, тут или вот тут. При этом я как бы созванивался на днях с Артемом, с разработчиком этой операционной системы, да. Он сказал, что он будет здесь вводить новые тарифы, которые на вот этот момент времени будут актуальны. Ну, потому что 26 долларов за операционную систему, да. Это ладно, знаешь, там если у тебя карты еще там какие-то RX 550, да, там. Ну, давай, прикинем. Ну, пока не момент, от 11 до 14 мегахеш. Ну, давай, 14 на 6, 7,8 мегахеш. 7,8 мегахеш дадут даже так, 337. Это очень дорого. То есть это получает самая дорогая операционная система. Поэтому в моменте времени я вынужден из-за момента времени вот здесь поставить ему вот так. Тема, это очень дорого по сравнению со всеми конкурентами. Тут без вариантов, тебе надо срочно сюда. Да, классно, что у тебя три рига, конечно, бесплатно. Но тебе надо срочно сюда добавлять тарифы, понимаешь, с учетом современности времени. Следующий пункт – мобильное приложение. Почему у операционной системы обязательно должно быть мобильное приложение? Потому что классно, понимаешь, когда у тебя там поверх твоего айфона или самсунга, ну, на андроиде, неважно, да, или на iOS, и приходит какая-то уведомлялка. Уведомлялка может быть следующая, там, сообщение об ошибке, перезагрузка рига, риг завис и так далее. Давай я на какой-нибудь пример покажу, например, на рейве. Вот они все эти уведомлялки, видишь, риг в онлайне, риг выключился, да, там, какое-то сообщение тебе от рига, там, какая-то ошибка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень замечательно. Без этого я просто не понимал, как я раньше жил. То есть это вот такая штука на самом деле. Поэтому у Aviso мы этого нету, 0 баллов. У них есть там облачный сервис, но это немного другое. Это все-таки приложение, а это облачный сервис. Дальше у Rayva есть 2 балла, у Hyva есть 2 балла. Какое лучше, я не знаю, напиши, мне тоже интересно, я потому что Hyva с кем давно не пользовался. Mining Ross нету. У Nightshash оно есть, я тебе сейчас выведу приложение, но из-за того, что я не могу войти в свой аккаунт, я не могу посмотреть, что там в нем есть. То есть я вошел как бы с нового аккаунта, у меня нету ни старой статистики, ни битков, ничего. То есть все глюкануло. Я не знаю, надо писать по Nightshash, чтобы восстановили, если это как-то возможно, если это вообще не утеряно. Поэтому я поставил 2 балла, но надо понимать, что здесь как бы может по ходу дела пропасть. Вот надо понимать. Соответственно, у Aviso тоже с Темой я разговаривал, он говорит, пока не планируется. У Aviso самая полноценная статистика. То есть здесь ты нажимаешь графики, здесь ты в дополнительных опциях задаешь все, что тебе надо, какая статистика, чтобы управлялась, какие тебе сделать правила отслеживания и так далее. И за счет этого у тебя выскакивает очень крутая статистика. По левературе, по хэшу, по нахождению в онлайне и так далее, и так далее, и так далее. За счет этого даем Aviso 2 балла. У Rave 30 дней статистики они пишут, хотя вроде раньше было больше. Я не знаю, наверное, на сервере места не хватает. У ребят, наверное, сделали 30 дней. То есть у Rave, у Хаева по 30 дней за счет этого по одному баллу. Потому что не можешь посмотреть, что у тебя там было год назад, но не знаю, насколько тебе это надо. По NSH, ты понял, я не могу зайти в аккаунт, поэтому здесь ноль. Но здесь как бы отследи в комментариях. Ребят их отпишут. Я думаю, что там за год, наверное, работа была существенно проделана. Но тем не менее, я не могу эту работу проверить. Потому что не могу войти в аккаунт. Дальше. OSDoc. Я разговаривал с Темой. Он говорит, пока нет, но планирует делать. И в ближайшие пару месяцев это должно появиться. Будем надеяться, что статистика будет развернутая. Будем надеяться, что там будет не только хешрейт, но и сколько риг был в онлайне по месяцам. Какие были ошибки, когда перезагружался. Графики и температур будут у видеокарта. То есть полноценнейшие. Но если это замутят, это будет классным, большим плюсом, я думаю, на будущее. Дальше. Уведомления от ригов. Сейчас себя уберу, чтобы тебе было видно. В принципе, вот тут у Aviso написано. Почта, телега, смс. То есть, как можно настроить. Я уверен, что это же можно сделать и на винте, в принципе, по большому счету. За счет пула. То есть, здесь все почта, телега, телефон, по большому счету, я думаю, можно при желании привязать. Но самые топовые, конечно, в этом плане Rave и Hive. Потому что, как я тебе сказал, получать это в телефон намного лучше. Потому что телефон мы держим практически каждые 5 секунд в руках. Здесь ты увидишь намного быстрее, чем на почте. Опять же, если у тебя почта привязана к телефону, ты и в телефоне увидишь сообщение с почтой. Понимаешь? Двойной плюс. В этом случае я не беру во внимание телегу. Потому что телегу можно настроить даже не с основной системы. Например, в Rave, по-моему, ее нету, да, полноценной работы, чтобы она работала. Ее можно там через бота какого-нибудь задать. Например, вот бот я тебе приложу тоже в тайм-код и увидишь. Я там задаю и у меня, в принципе, Сазермайн и все показывает. Очень, на мой взгляд, существенный пункт. Вот здесь 0 баллов у Rave, только у Rave, потому что невозможно связать майнинг на процессоре с майнингом на видеокарты. И это огромнейший минус им. И об этом уже говорим года два, они никак не могут это исправить. Почему? В принципе, я не думаю, что это там так сложно. У Avisoma есть 2 балла, у Windy, конечно же, есть, у Hyva есть, в Manny Rossi есть, в NiceHash есть, в OS Dogi есть. По сути, только у Rave его нету, поэтому у Rave 0 баллов, у всех остальных ребят по 2 балла. Потому что все остальные ребята прекрасно понимают, что эту услугу обязательно надо иметь в 2021 году. Потому что на риге ребят ставят разные процы, и как бы процы тоже бывают в моменте времени, копают очень неплохо. С учетом всего изложенного сделаем 4 вывода. 4. Смотри. Во-первых, вывод по баллам. Но надо понимать, что это с учетом вот этих вот параметров. По баллам побеждает HyvaOS, получает 15 баллов. Второй Manny Rossi 14 баллов. Третий Rave 13 баллов. Дальше Avisom Miner 13 баллов. OS Dog 11, Windows 11, NiceHash OS 8. Это по балловой системе. Дальше хочу отдельно уделить внимание разным майнерам. То есть для новичков проще всего в освоении будет. Видишь, отдельный рейтинг. Это Windows. Почему? Потому что, в принципе, у него уже Windows есть. Ему по большому счету поставят NiceHash, и через минуту он майнит. Ну, как бы понимаешь мысль. Мы сейчас не берем те мысли, что Windows глюкнутый, что-то не так с образом и так далее. Все может включить Windows и пойти изучить информацию по тому же Hive, Rave, OS Dog и так далее. Понимаешь? За пару дней. А эти пару дней у него будет майнит. Дальше все на Linux, без разницы, они плюс-минус одинаковые по большому счету эти системы. И самое сложное для новичка будет, конечно, Avisom Miner. Не только для новичка, для продвинутого майнера тоже. Дальше профессиональные майнеры. Максимально адаптировать процесс получится у тебя в Avisom Miner. То есть ты можешь здесь настроить так, что ты вообще не будешь подходить никогда. У тебя всегда будет копаться самый топчик по профиту. Или наоборот, не по профиту, а по сложности. Что тоже очень важно. Ну и, конечно, дальше в зависимости уже эти майнеры сами знают, что им там ставить дальше. Hive, Rave и так далее. Если нужно, чтобы прод сработал несколько майнеров, то, конечно, Hive. Кто-то скажет, блин, у меня все классно на Венге работает, иди в баню. Годами там с 12-го года я биткоин майню на процессы. Ну, как бы это же, понимаешь, это мое мнение. А здесь сколько майнеров, столько и мнений. Вот и все. Поэтому к этому надо так и относиться. Потом все-таки, наверное, Rave третий. Но надо понимать, что здесь ты будешь без продца. Какое-то время, я надеюсь, этот ролик тоже кто-то из них посмотрит. И все-таки доведут они до ума вот это вот несколько майнеров. И чтобы копался параллельно процессором. Ну, блин, это везде есть, только у них нет. Я не понимаю. И самый главный вывод для тех ребят, которые уже майнят. Лучше нифига не трогать. Почему? Давай пойдем в What to Mine и посмотрим, почему. А вот он и ответ. Допустим, у тебя ферма на 6 карт RTX 3080. Майнит 75 долларов в день. Я смотрю просто и не вижу своим глазам. Понимаешь, пока ты будешь это перенастраивать из одной системы в другую. Сейчас не тот момент. Знаешь, ошибка Hive была в том, что они делали этот перевод, когда курсы были на самом нищенском дне.